Ну, отлично. Если перегрузимся, то перезагрузку включим. Давайте помолимся. Господь, благодарим Тебя за этот прекрасный день, когда мы можем общаться с Тобою возле Слова Твоего. Мы благодарим Тебя за то, что Ты в последнее время делаешь церковь привлекательной. Пусть каждый из нас будет привлекательным. Пусть каждый из нас обращает на себя внимание, потому что Ты живешь в нас. Пусть каждый из нас обращает на себя внимание, потому что Дух Святой, огонь, любовь Твоя, власть и сила пребывают над нами. Помазывай, Господь, Слово Твое. Господь, продолжай, продолжай писать на скрижалях нашего сердца свои слова, свои откровения и свое слово. Мы нуждаемся в Тебе, мы любим Тебя, мы поклоняемся Тебе. И пусть имя Твое в нашей жизни возвеличится и прославится. Во имя Иисуса мы просим Тебя об этом. Амин. Итак, мы закончили последний урок тем, что проповедь Петра коснулась сердец. Привлекательность церкви заключается в том, что проповедь не оторвана от реальной земной жизни. Что проповедь – это не какие-то заоблачные доктрины и теология. Что проповедь не скучная. Вы знаете, если скучно в церкви, это непривлекательно. Если в церкви, как на кладбище, это непривлекательно. Но если в церкви бурлит жизнь, если в церкви речь идет об актуальных, насущных, жизненных вопросах, которые решаются Богом, то это уже благословение. И люди умилились сердцем. И они спросили Петра и прочих апостолов, и сказали Петру и прочим апостолам, что нам делать, мужи, брать? Вот это звездный час. Вот это вот цель нашей проповеди. Потому что Слово Божие или Евангелие, оно рассеивает тьму и всякую систему ложных знаний разрушает. Человеку казалось, что он все знал, а на самом деле он ничего не знает. Вот эти маленькие боженьки, вот эти всякие предрассудки, вот эти всякие понимания, святая водичка, там всякие переплюнуть через плечо, вот эти все, сколько вот таких вот рецептов, у них своя Библия, у них свои какие-то понимания. И ты понимаешь, что, ну, что это не вера. И когда ты говоришь об Иисусе, о крещении Духом Святым, это все рушится, и на самом деле человек понимает, что он ничего не знает. Теперь я знаю, что я ничего не знаю. Вот это начало, вот это начало реальной христианской жизни. Что нам делать, мужи и братья? И вот сейчас, ну, это как, знаете, как с другими словами, когда спасают утопающего, он еще сам себе помогает. А пока он сам себе помогает, его трудно спасать. И тот, кто спасает, знаете, что он делает? Не ждет, а помогает ему, чтобы он перестал себя спасать. Он его туда вниз, и когда он уже... И тогда уже легко его спасать. А пока люди еще сами себя спасают, то это... Как человек упал в пропасть, держится за корягу, и кричит, эй, кто-нибудь помоги. Бог говорит, отпусти корягу, я тебе помогу. Он говорит, еще кто есть здесь? Помогите мне. А второго уже нету. И здесь точно так же. Что нам делать, мужи и братья? Это означает, что человек оторвался от своей коряги и говорит, ну, спасай. И вот это начало всех начал. И что нам делать? Самое главное, чтобы у церкви был ответ. Когда придут к тебе тысячи людей с вопросом, когда тысячи людей придут в церковь и спросят, что нам делать? А мне кажется, этот час приближается. А мне кажется, этот час приближается, когда Господь все человеческие опоры выбьет из-под ног. И у богатых, и у бедных. Потому что им казалось, пока есть деньги, я знаю, что делать. А нет денег, что делать? А уже не знаешь, что делать. Больницы закрываются, что делать? Психбольница открывается, что делать? Полиция сокращается, что делать? Боже мой, здесь вообще не поймешь, что делать, что делать? Помните, как этот, сотник более доверял кормчему. Вот когда Павел сел на пароход, на этот корабль, и говорит, не надо отплывать. Тебя говорит, да ты откуда что знаешь? Сиди, молчи. И отплыли. Поднялась буря. Поднялся шторм. Две недели мотались вообще вот так, как щепка на волнах. И когда уже сотник понял, что он ничего не знает, кормчий понял, ничего не знает, все зашли в тупик, что нам делать, мужи, братья? И встал Павел и говорит, я знаю, что делать. Маму слушать надо было. Потому что, как в том анекдоте, мама все знает, потом мама почти все знает, потом мама вообще ничего не знает, маму слушать надо было. И на этом корабле то же самое. Павел ничего не знает, а потом надо было Павла слушать. И у Павла был ответ. И он говорит, «Итак, укрепитесь, примите пищу, никто не погибнет». Ангел Божий явился мне и сказал, что никто не погибнет. Главное, что никто не пытался убежать. Друзья мои, я знаю, что вот эти тучи сгущаются, вот эти кризисные ситуации сейчас происходят вокруг нас только для одной цели, чтобы показать всем окружающим людям, что они ничего не знают, и они ничего из себя не представляют. Придет день, когда придут в церковь, люди богатые, влиятельные, и скажут, что делать, подскажите. Когда правительство будет приглашать священников и пророков, что делать? И церковь должна иметь готовый ответ, что делать? Амин. Халлалюя. Народ спросил, мужи, братья, что делать? Петр же сказал, им, покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов и получите дар Святого Духа. Классическое Евангелие. Мы не должны не усложнять, мы не должны упрощать. Три кита, на котором стоит наша христианская жизнь. Что делать? Первое. Мы должны осознать, что любая кризисная ситуация – это результат отступления человека от Божьих стандартов. И для того, чтобы вернуть божественный порядок в нашу жизнь, нам необходимо покаяться. насчет покаяния. Когда я был в Буэнос-Айресе в Аргентине, мы встречали Новый год, я слышал одну историю. Я встретился там с пастором, его зовут Алихандро, и он занимается общественной работой, он занимается правозащитной деятельностью, и в то же самое время он сотрудничает с профсоюзами. Он поведал мне такую историю. Одна из авиакомпаний в Аргентине обанкротилась, и без работы остались где-то тысяч, десять или пятнадцать работников. Это большая трагедия. Это большая трагедия. Ну, и вот пока шли вот эти все тяжбы, увольнения, объявлялся банкрот, Дух Святой подсказал, Дух Святой подсказал этому человеку, что надо делать. Это как раз о чем мы говорим, что мы должны ловить от Бога сигнал, какое мне дело до банкротства авиакомпании. А Бог ему сказал, что для меня спасение человека, спасение авиакомпании, спасение государства это одна и та же вещь. Я спаситель. Могу спасать отдельно человека, могу спасать компанию, могу спасать страну. И он говорит, а что делать? Он говорит, собери всех, кто уволил, всех, кого уволили. Собери в аэропорт. Представляете себе? И сделай то, что я тебе скажу. Он знал списки всех уволенных, ну, потому что там уже. Он всем сообщил, что все, кого уволили из этой авиакомпании, все собираются в аэропорт, в аэропорту в такое-то время. Собираются несколько тысяч. И он поставил платформу, микрофон и говорит, Бог хочет спасти нашу компанию. Ну, звучит как афера. Почему так звучит? Потому что мы не верим в чудеса. И тебе говорят, что нам делать? И он сказал, покайться. Говорит, банкротиться, авиакомпания не по причине финансовых каких-то проблем мировых. Банкротится авиакомпания из-за того, что вы недобросовестно работали. Неприятное слово. И поэтому мы должны сейчас покаяться. Во-первых, перед Богом раскаяться во всех грехах. И во-вторых, в тех грехах, которые относились к этой авиакомпании. Я смотрел, первый раз такой опыт слышал. Что вы думаете? Все каются. Всем же работать надо. Да ради восстановления и на языках заговоришь. Они все покаялись, приняли Иисуса Христа и через несколько времени какое-то чудо произошло. кто-то влил огромные деньги вот в эту компанию, кто-то стал инвестировать, какие-то процессы пошли. Всех, кто каялся, всех, кто был на этом служении, а были не все уволенные, не все уволенные, потому что кто-то поверил, а кто-то не поверил. И вот все, кто были на этом служении, они все были восстановлены на своей работой. Я поверил, я посмотрел, думаю, вот не верится как-то, а вот происходит это. Ребят, отсюда какой вывод? Мы должны соглашаться, мы должны согласиться, что вот когда в стране кризис, кто-то должен каяться. Когда на корабле крушение, кто-то должен каяться, потому что любая катастрофа, любая авария, любой кризис это продукт какого-то согрешения. Вы помните, когда Соломон молился возле жертвенника и говорит, Господь, если будет засуха или какой-то народ восстанет на Израиль по причине того, что Израиль отступит от путей твоих, то ты с неба своего, с престола своего возри на молитвы, раскаяние и так далее. Любой честный человек понимает, что если человек праведно живет перед Богом, Бог гарантировал, он говорит, если ты будешь исполнять мои заповеди, благословен будешь, благословен будешь, благословен в городе, благословен в поле, благословен дома, благословен в бизнесе и там. Но если ты будешь нарушать заповеди, ну проклятие приходит, проклятие как раз есть разруха. Ну и вот смотрите, здесь народ пришел к Петру и у Петра был ответ. Я здесь делаю акцент. Никогда не стыдись приглашать людей к покаянию. Даже если перед тобой банкир, даже если перед тобой авторитетное государственное лицо. Это люди, которые нуждаются в покаянии. Нам иногда кажется, ну как, ну это неприлично. Призывать людей к покаянию всегда прилично. Амин. И даже если ты один на один разговариваешь с каким-то солидным, авторитетным, влиятельным человеком, этот человек будет еще более авторитетнее и влиятельнее, если он покается. Поэтому никогда не стыдись грешника приглашать к покаянию. Особенно он говорит, ну как ты думаешь, что делать, а? Где бы сейчас еще кредит взять? А ты скажи, знаешь, что делать надо? Тебе не надо кредит брать. Тебе надо покаяться, что ты уже набрал их. И когда ты покаешься, может все вернуться. Амин. Что нам делать, мужи, братья? Первое, покаяние. Второе, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов и получите дар Святого Духа. Речь идет о трех вещах. Все равно, до конца мы это понимаем или до конца мы это не понимаем, но Бог хочет наше мировоззрение и нашу христианскую жизнь утвердить на трех китах. Покаяние, водное крещение и крещение духовное. Все. Каждая церковь Нового Завета должна практиковать эти три вещи. Покаяние, водное крещение и крещение Духом Святым. И не должны мы, друзья, говорить, что водное крещение менее важно, чем покаяние. Или духовное крещение. Ну, какая разница, кто на языках говорит? Бог сказал так. И мы не имеем права сокращать, упрощать или искажать эту программу. Все. Покаяние, водное крещение и крещение Духом Святым. Это как раз есть тот набор или полная программа посвящения человека Богу. Поэтому должны быть евангелисты, которые призывают к покаянию. Должны быть явные крестители, которые крестят в воде. И обязательно должна быть практика крещения Духом Святым. Мы можем до конца не понимать, но представьте себе, что даже сам Иисус, сам Иисус, чтобы исполнить всякую правду, пошел в воды Иордана. Иоанн говорит, тебе-то зачем? Он говорит, надлежит исполнить всякую правду. Может быть, не так часто звучит учение о водном крещении, но это важный аспект. Потому что именно после водного крещения небо открылось над Иисусом, и Дух Святой сошел на Него. после водного крещения Бог ставит печать «Все есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». Водное крещение – это печать покаяния. Вы, наверное, обратили внимание, что здесь написано «Покайтесь и докрестится каждый из вас для прощения грехов». То есть водное крещение связано с прощением грехов. Причем прощение грехов мы получаем не в момент водного крещения, а в момент покаяния. Но и покаяние, и крещение связано с одним моментом прощения грехов. О чем говорит покаяние? О прощении грехов. О чем говорит водное крещение? О прощении грехов. В момент покаяния смотрите, что происходит? Человек кается, Кровь Иисуса Христа омывает от всякого греха. А водное крещение – это публичная манифестация, что ты – прощенный грешник. Водное крещение – это печать покаяния. Что такое водное крещение? Это публичное засвидетельствование или публичное свидетельство, что твои грехи прощены. То есть что происходит в тот момент, когда я крещусь? Я говорю, что я прощен, Бог услышал меня, я исповедовал свои грехи, и Бог простил меня. Мои грехи прощены. О чем говорит водное крещение? Мои грехи прощены. И я это заявляю публично. Мои грехи прощены. И я заявляю это публично. Для меня водное крещение сравнимо с церемонией бракосочетания в ЗАГСе. Казалось бы, как многие говорят, ну что там дает печать в паспорте? Что там чернильная печать? Главное, чтобы отношения были. Как раз отношения должны быть узаконены этой печатью. Нам не нужны просто гражданские браки. Главное, чтобы любили. Бог так учредил, что если у тебя есть отношения тайные, ну вот ты вот любишь, то однажды свои тайные отношения взаимных симпатий и взаимной любви, ты свидетельствуешь об этом публично. Мы любим друг друга. И мы регистрируем свои отношения. Так вот, если проще говорить, что такое водное крещение? Это регистрация своих отношений с Богом публично. Поэтому никогда не упрощайте и никогда не недооценивайте этого важного момента, как водное крещение. Никто не знает, как произошло внутри прощение грехов. Когда Бог тебя простил. Знаете, это же тайна. Это же тайна. Иногда человек, когда выходит сюда и за кем-то повторяет молитву, ты даже не знаешь. Ты даже не знаешь. Сейчас Господь простил его грехи. А может быть, до того, как он сюда вышел, он уже где-то, уже молился и Бог упрощил. Мы не знаем, когда. Но вот это все тайное. Тайное прощение грехов, скрытое, внутреннее. Ты демонстрируешь во момент водного крещения открыто. И скажешь, я свидетельствую. Открыто и публично. Я Божий Сын. Мои грехи прощены. И я записан в книге жизни. Все. Это называется оформление и регистрация своих отношений с Богом. Очень бы хотелось, чтобы мы это обязательно зафиксировали. Потому что и докрестится каждый из вас для прощения грехов. Прощение грехов узаконено. Прощение грехов зарегистрировано. И поставлена печать. Крещение Духом Святым. Дается не для спасения. Крещение Духом Святым дается для служения. Потому что каждый прощенный грешник. И каждый рожденный свыше человек. Это потенциальный служитель. Богу не нужны лентяи. Богу не нужны лоботрясы. Богу не нужны дармоеды. Богу не нужны просто потенциально. Вот сын. Если у меня три дочери, я очень хорошо понимаю, что они не должны просто всю жизнь жить в моем доме. Просто я их кормлю, одеваю, питаю. Я понимаю, что они взрослеют. Им надо получить образование. Им нужно приобрести профессию. Состояться как личность. Если мы, земные отцы, заботимся о том, чтобы наши дети состоялись, стали личностью, стали какими-то, не знаю, профессионалами, то сам Бог от каждого ребенка, который рожденный свыше, Он видит потенциального лидера. И для того, чтобы мы состоялись служителями, нам нужна вот эта могущественная сила Духа Святого. Дух Святой подскажет, кто ты. Дух Святой укажет твое место под солнцем. Дух Святой покажет тебе, какое у тебя дарование. И Дух Святой даст тебе мудрость, как это дарование обнаружить и этот потенциал раскрыть в полной мере. Амин. Так вот, покаяние дается для спасения. Крещение Духом Святым дается для служения. То есть Бог упаковывает нас по полной программе с самого начала. Бог упаковывает нас по полной программе с самого начала. Поэтому мы, как пасторы, как лидеры, мы должны знать, что требуется для человека, и когда они говорят, что нам нужно, что делать нам, мужи и братья, мы должны дать сразу полную программу покаяния, водное крещение и крещение Духом Святым. И когда человек спасен, покаялся, крещен в воде и крещен Духом Святым, согласитесь, с такими людьми легко работать. С такими людьми легко работать. Дальше идут семинары, домашние группы, библейские школы, служения, ну, любое там, любое развитие. И Бог видит, что вот имея этих три составные, то человеку легко двигаться, легко развиваться и совершенствоваться. И получите дар Святого Духа. Тридцать девятый. Ибо вам принадлежит обетование и детям вашим, и всем дальним, кого не призовет Господь Бог наш. Ибо нам принадлежит обетование. Следующая мысль. Мы должны знать, что нам принадлежит. Мы должны знать, что принадлежит нашим детям. Мы должны знать, что принадлежит всем дальним и ближним, родственникам, друзьям и близким. Это очень сильный пункт, что нам принадлежит не проклятие. Нам принадлежит не алкоголизм. Нам принадлежит не нищета, нищета, одиночество и неизлечимые болезни. Нам принадлежат обетования. Это великое счастье. Это великое привилегие, что нам принадлежат обетования. То есть у нас есть все шансы. Обетования, все обетования в нем, да и аминь. Обетования на исцеление. Поэтому болезнь тебе не принадлежит. Обетования на процветание. Поэтому нищета тебе не принадлежит. Вы знаете, церковь будет привлекательной, когда мы в точности объясним каждому человеку, что ему принадлежит, а что ему не принадлежит. Как легко становится человеку? А он думал, что это пожизненный крест. А он думал, ну это как? Ну это Бог возложил. Это Бог послал болезни. Объясните человеку, что Бог послал не болезни. Бог послал единородного Сына Своего, Иисуса Христа, чтобы этих болезней не было. Через Иисуса Христа нам не принадлежит проклятие. Проклятие нам принадлежит мандат на благословение, которое называется обетование. Я себе объясняю. Алексей, тебе принадлежит обетование. Благодать и апостольство покорять язычникам в вере. Тебе принадлежит обетование, что ранами Иисуса Христа ты исцелен. Обетование – это право, которое ты можешь использовать для того, чтобы освободиться от всякого проклятия. Господи, как в этом много сказано. Обетование – это клятва самого Бога. Что такое обетование? Это конституция Царства Божьего, на основании которой ты имеешь право претендовать на полноценную и самодостаточную жизнь во Христе Иисусе. Амин. Ибо вам принадлежит обетование. И ты смотришь на детей. Ох, дети непослушны. Этот алкоголик, этот уже с бандитами связался, этот чахлый ботаник никак не может на улицу сам выйти. И думаешь, что им принадлежит, родословное проклятие? Объясни себе, что через Иисуса Христа обетование принадлежит не только тебе, ведь через Иисуса Христа обетование принадлежит и моему ребенку. Мало ли, что ему врачи клеют, Бог уже приклеил к нему обетование. Мои дети вместе со мною будут служить Господу. Мои дети вместе со мною, они будут здоровыми, сильными, красивыми. Они выйдут из Египта. Моим детям принадлежит обетование быть головою, а не хвостом. Моим детям принадлежит обетование быть наверху, а не внизу, быть седрахами, месахами и овденагами, а не хамами и иудами. В церкви меняется мировоззрение. Церковь – это место, где меняется шкала жизненных ценностей. Это где твое сознание кардинальным образом меняется. Церковь – это место, где наше мировоззрение формируется в соответствии с Божьими реальностями. До церкви наше мировоззрение формировалось в соответствии с земной реальностью, с земными условиями. Когда мы приходим в церковь, мы должны понимать, что реформация нашего сознания связана с тем, что отныне наши мысли, наше мышление, наше понимание, наше сознание, наше мировоззрение будет формироваться в соответствии со Словом Божьим. я есть не то, что я думаю, что я есть. Я есть то, что Бог обо мне думает, что я есть. Я могу делать не то, что я думаю, что я могу делать. Я могу делать то, что Бог думает, что я могу делать. поэтому я начинаю иначе мыслить мне принадлежит обетование быть сыном божиим это означает что я буду мыслить как бог я буду поступать как бог я буду жить как причастник божественного естества революция в сознании это первое что должно произойти в церкви позже вера это новый образ жизни вера это новая шкала ценности вера это новое мировоззрение вера это божий взгляд на земную реальность вера это божий взгляд на свое собственное естество вера это мировоззрение находящиеся в полной гармонии со словом божьим я не верю тому что люди говорят я верю тому что говорит бог это мучительный период это может быть болезненный период это когда может быть у тебя внутри раздвоение разделения плоть желает противного духу а дух желает противного плоти но церковь для того и существует чтобы помочь человеку состояться чтобы плоть была побеждена а дух чтобы восторжествовал я думаю что церковь для этого существует когда ты слабый может быть еще не окрепший еще может быть неспособный побеждать приходишь церковь а там более зрелые более взрослые более духовно сильные люди продолжают говорить бог велик бог продолжает творить чудеса обетование действует бог исполняет молитвы и наша вера она растет растет и растет и наше мышление оно меняется 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 и мы заботимся иметь бога в разуме если бог управляет нашими мозгами значит бог управляет нашими чувствами а если бог управляет нашими эмоциями значит бог управляет нашим естеством амин и так это комментарий на 27 стих об обетованиях нам принадлежат Принадлежат обетования. Это великое счастье. Это великое счастье. Нашим детям принадлежат обетования. Нашим внукам принадлежат обетования. Быть Божьими детьми, быть славой Божьей и быть на этой земле представителями Царства Божьего. Сороковой. И другими, многими словами, он свидетельствовал и увещевал, говоря, спасайтесь от рода сего развращенного. Спасайтесь от рода сего развращенного. Итак, мысль такова. Бог любит мир, но ненавидит культуру этого мира. Так же, как Бог любит человека, но ненавидит грех. Мы тоже должны любить этот мир, но должны понимать, что культура этого мира – это проклятие. И церковь – это территория, на которой действует культура Царства Божьего. Когда Бог вводил израильский народ, выводил из Египта и вводил в обетованную землю, то Он там говорил очень конкретно, что землю я вам даю, земля ваша, а обычаи, которые на этой земле, не ваши. Вот здесь-то вся фишка, вот здесь-то вся сложность. Как так вот прожить бы, чтобы в обетованную-то землю войти, а обычаи этой земли отвергнуть? Чтобы человек, который из мира пришел, он же весь пришел еще внутри культуры этого мира живет, чтобы человека спасти, а культуру уничтожить. Вот это и есть цель нашего воспитания. И вот спасайтесь от рода сего развращенного. О чем здесь говорил Петр? Петр как раз говорил о том, что вот эти люди, набожные люди, которые пришли в церковь, они находятся и под влиянием Царства Божьего, и под влиянием вот этого развращенного мира. Этот мир, он развратный мир. Этот мир развращенный просто до крайности. Иисус даже говорит, что кто постыдится меня вроде всем прелюбодейным и лукам, то есть прелюбодеяние, секс, распущенность, аморальность, это вот, это норма, это культура этого мира. Представляете, этот человек, вот, он жил там 30 лет, гулял, пил, изменял, врал, ну что делать? И вот он пришел в церковь, покаялся и все такое. Он еще не просох, он еще не освободился, у него куча связей, еще старых связей. И после церкви ему звонят старые друзья, звонят старые подруги, звонят старые дилеры и говорят, ну что, чувак, давай, ну как, встречаемся, давай пообщаемся. И представляете, как важно для церкви помочь человеку оборвать все концы и сказать, теперь я новое творение, древнее все прошло и теперь все. Это тяжелый процесс. Это хорошо, если кто-то имеет мало этих контактов. Ну два-три оборвал и все. А если человек вот так повязан? Спасайтесь от рода сего развращенного. Друзья, мы должны это говорить каждый день, каждому новообращенному человеку и говорить, этот род, худые сообщества, развращают добрые нравы. Если вы не разорветесь с ними, он погубит вас. Спасайтесь. Что это означает? Спасайтесь, это означает, что есть шанс погибнуть. Разве не встречали таких людей, которые покаялись, месяц держались, потом исчезают на два-три месяца. Где? Бухают по черному. Гуляют по черному. Какой-то дьявол мстит. И эти люди говорят, все, я в церковь у него ничего не получать. Все получается, иди сюда. С первой попытки не вышло. Давай со второй попытки. Спасайся от рода сего развращенного. Потому что мы род избранный. Блажен человек, который не ходит на совет нечестивых. Который не стоит на пути грешников. Который не сидит в собрании развратителей. Давайте беречь морально-этические нормы, сформулированные в Библии. Мы должны людям объяснять сразу стандарты праведности и святости. Спасайтесь от рода сего развращенного. Сразу очертить и объяснить людям, что сразу нужно менять круг друзей. Даже вот в реабилитационных центрах одно из главных правил локализовать человека, у которого есть из-за миссии от наркотиков, от друзей, которые употребляют наркотики. Это невозможно. Освобождаться от наркотиков и встречаться с теми наркоманами, которые продолжают употреблять. Так же, как и грешник. Если он пришел в церковь, ему надо объяснять, что не надо уже посещать те заведения, в которых ты вчера погрязал. А для этого в церкви должны быть домашние группы. А для этого в церкви должна быть альтернатива. А для этого в церкви у него должно быть гораздо больше друзей, чем в мире. Привлекательность церкви заключается в том, что церковь предоставляет дружеский круг общения намного богаче, чем в этом мире. Друзья мои, возрождение домашних групп это не просто дань времени. Это острейшая необходимость для того, чтобы люди оставались в церкви. Если церковь – это просто толпа народа, которая два раза в неделю собирается на проповедь, будущего нет. Это не привлекательная церковь. Привлекательная церковь – это когда каждый новообращенный человек, покаявшийся, он находит здесь своих друзей. Он находит здесь круг общения. Он здесь востребован. Его здесь окружают, за него молятся, о нем беспокоятся. Амин. Спасаться от рода сего развращенного можно только в уютной, христианской, благословенной домашней группе. Вчера были одни друзья, которые мне предлагали одно. Сейчас у меня другие друзья, которые предлагают другое. А другое лучше, чем то. Амин. Я помню, как мы еще были в одной церкви Шевчука. И один встал такой, я наркомал, я знаю, что такое вставляет, я знаю, что такое кайф. Если сейчас твой Бог даст мне это, я пойду за твоим Богом, если не даст, твое не дашь. Помню, такой, такой, стоит, потому что, ну, что ему надо? Его тогда парни окружили и говорили, Господь, он делает заявку. Он знает, что такое кайф. И он говорит, что если ты дашь ему столько, хоть на полкуба больше, то он пойдет за тобой. А если нет, он назад вернется. Что интересно, вот Бог считается даже с такой просьбой. Не знаю, какая молитва была, какая вера была, но Бог иногда просто амбициозно ведет себя. Че-че? Я меньше даю? И он как дал? За него просто молились, и что-то случилось, он что-то как рухнул? полчаса. Просто в хлам, просто в хлам, еле дышит. Без пяти овердоз. 40 минут лежит. Потом уже домой надо идти, эти парни говорят, ну, блин, намолились, ну, на свою голову, что теперь делать? откачивать, что ли? Он кое-как встал, вот это доза. и тебе говорят, теперь ты должен исполнить свое слово. Вот остаюсь. Человеку нужна не критика его образа жизни, а альтернатива. Ему нужна альтернатива. Если это род развращенный, то здесь должен быть род святой и избранный. Там друзья, которые губили, разрушали, а здесь должно быть гораздо больше друзей, которые защищают и благословляют. Потому что от нашего попечительства, это то, что у нас будет в следующий раз, от нашего попечительства, от нашей дружбы, от нашей взаимной помощи, будет зависеть, насколько церковь будет привлекать им. А потом этот человек, которого здесь обогрели, которому здесь послужили, которого здесь попечительствовали, он пойдет всем рассказывать, эй, видал я друзей, видал я разных, но какие добрые люди в этой церкви, какие они порядочные, вы нигде не найдете таких. А какие там девушки. И начнется мужское пробуждение. вот такой церковь должна быть. Друзья, мы практически что делаем? Мы читаем деяния и просто пытаемся бросить параллели, а как бы сегодня это могло работать? Так позже это работает сегодня. Так будь же это станет и нашим учебным пособием. Я думаю, что Бог что-то сегодня сказал нам. Я думаю, что Бог нам чему-то сегодня научил. Давайте помолимся, чтобы это слово оно легло в глубину нашего сердца. и прежде чем молиться, давайте последний стих все-таки прочитаем. 41-й это самый главный. Итак, охотно принявшее слово его, первое, смотрите, принявшее слово, то есть покаялись, во-вторых, крестились и присоединилось в тот день душ около трех тысяч. Что такое около трех тысяч? Это наш спортманеж. Вот если полный спортманеж, вы представляете, в один день, в один день, в один день там 120 человек было, представляете себе, 120 человек присоединило к себе три тысячи. Во способность. Не три тысячи присоединило к себе 120. 120 человек исполненные Духом Святым привлекли, присоединили с Божьим участием три тысячи людей. Пусть эти времена вернутся. Пусть эти времена вернутся. 120 привлекли три тысячи. Пусть это станет нашим опытом. Потому что три тысячи увидели, что у этих 120 есть то, чего у них никогда не было. Давайте покажем этому миру то, в чем он так нуждается. Это наш драгоценный Спаситель. Это наша простота. Это наша искренность. Это наше дерзновение, справедливость и смелость. Это атмосфера Божьего помазания. Это присутствие Духа Святого. Аминь. А вот теперь будем молиться. Господь, благодарим Тебя. Поклоняемся Тебе. Господи, измени наше мышление. Измени, Господь, наше сердце. Сделай нас привлекательными перед Тобою и перед людьми. О, Дух Святой, сделай Церковь обладателем Твоих благословений. Пусть Церкви принадлежит обетование быть матерью тысячи церквей. И пусть эти обетования исполняются в жизни. Гламера басур обетания граммин ссорбит лярго блатага. Тага ка фен дуле месандер мега лбэр земра маганда. Господь, пусть это слово растворяется верой в наших сердцах. Пусть это слово становится нашей практикой. Пусть это слово меняет наше мышление. Мы поклоняемся Тебе, мы любим Тебя. Мы превозносим Твое святое и великое имя. Мы благодарны Тебе за эту возможность. Дух Святой, сделай нас привлекательными. Сделай нас служителями, которые приносят великий плод. Пусть эти тысячи людей, которых Ты готовишь в мире, будут приходить в наши служения. Пусть наши церкви будут растущими, влиятельными. Пусть наши церкви переполняются. И пусть этот год станет годом преодоления и распространения. Мы поклоняемся Тебе, мы любим Тебя, мы призываем Твое великое и святое имя. Да сопровождает оно нас во всех путях. Я призываю Твое благословение на каждого служителя, на каждого пастора, на каждого лидера. И прошу, пусть завтрашнее служение станет помазанным. Пусть завтрашнее служение станет сильным, могущественным. Не в убедительных словах мудрости человеческой, но пусть завтрашнее служение будет служение в явлении Духа и силы. Мы благодарим Тебя, Господь. Мы благословляем каждого, кто был в этом зале. Мы благословляем всех тех, кто нас смотрел в онлайне. Мы благодарим всех, кто еще будет видеть этот материал. Пусть, Господь, наше служение станет красивым, добрым, благословенным, привлекательным. Мы поклоняемся Тебе и благодарим Тебя за то, что Ты сделаешь несравненно больше, о чем мы просим, о чем мы помышляем. Во имя Иисуса Христа. Амин. 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 Мы будем прекрасными. Если наш Бог привлекательный, мы однажды будем привлекательными. Посмотри на соседа и скажи, слушай, ты уже привлекательный. Ты уже поменялся. Молодец. Молодец. Халлалуя. Ну что, на этой веселой ноте наш сегодняшний семинар «Как сделать церковь привлекательной» заканчивается. Огромных Вам благословений. Спасибо тем, кто был с нами в эфире, в онлайне. Завтра служение. Не забудьте. С Богом. Пока.